всем большой привет дорогие зрители и сегодняшнем видео мы нарисуем такую иллюстрацию попрактикуемся потренируемся что-то повспоминаем скоро у нас будут олимпийские игры если вам интересно скажем так порисовать вместе со мной то поехали итак что нам для этого понадобится давайте нарисуем собственно фон не помню какой у меня арборд фон на самом деле пока что не важен мы если что его можем в любой момент изменить фон блокируем итак в чем будет заключаться суть нашей работы давайте допустим что нибудь нарисуем на какой нибудь круг я сейчас покажу на примере то есть из чего будет складываться наша работа надевок нибудь разрежем вот допустим нам надо подсветить какую-нибудь вот такую вот форму сделать ее блестящей то есть светящийся первое что мы рисуем это будет наша кисть сум нашу кисть какого нибудь она будет вот это кстати слой будет черный если мы будем рисовать на темном свете и использовать эффект осветления то есть нас будет от темного фона светлый объект если наоборот фон светлый тогда будет использоваться группа умножения затемнение основы и за этот фон будет белый но в общем потом будет понятно так ставим переход мне 40 мне подойдет убираем в сторону как заготовку шифтом не альтом а альтом зажимаем уменьшаю так разбираем окей и вот эту вот переходную историю мы заносим в кисть ставим объектная кисть окей ничего не настраиваем оставляем растягивать окей убираем в сторону и теперь выбираем нашу кисть и уже впоследствии ставим какой-нибудь эффект вот такая у нас будет история чем хорош такой метод что теперь можно нарисовать действительно какие-то сложные формы только давайте как раз проверим простим я от руки рисую плохо поэтому уж не судите строк то есть теперь можно рисовать абсолютно любую форму ну можно так можно конечно все таки рисовать разными да допустим вот так вот здесь то есть просто что нибудь такое в общем сейчас таким образом мы будем потому что там осветление основа в общем окей сейчас таким образом попробуем нарисовать нашу композицию и так я выбрала для себя олимпийский символ да это кольца олимпийский символ да давайте в общем выровнять 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 так к ключевому объекту поставим сюда 2 5 9 по моему это должно выглядеть как то вот так вот правильно нет а я олимпийский я я иллюстратор ну в общем я не знаю ну давайте выровняем сгруппируем вот эту и вот эту группу концентрируем ну в общем супер-пупер мне кажется и так теперь всем им даем а наши кисти можно убрать толщину что я делаю я их разворачиваю чтобы она была как-то все в разную сторону смотрела вот так вот допустим вот это мы убираем назад честно говоря не знаю наверно она оставим эффект осветления основы вот такой у меня предварительный вариант скажем так далее берем нашу кисть вот эту и вот эту сердцевинку делаем белой делаем я вот такой узенькой и тоже заносим в кисти объектная кисть окей убираем в сторону control c control f выбираем другую кисть уменьшаем еще немножко толщину вот уже получилась такая история далее что мы еще сделаем вот так да тоже добавляем в кисти ставим дискретная кисть случайно 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 ну и вот так вот это можно если что будет редактировать еще кстати зайдем вот сюда вот и все таки сгруппируем нашу кольца по типу раз два три четыре пять так почему она как-то совсем отъехала раз два три четыре пять группа теперь с белой сердцевинкой раз два три четыре пять тоже делаем группу что то мне тут что-то такое сырое висит и так берем одну из групп control c control f то есть она еще раз тут дублируется и выбираем новую кисть которую мы только что создали заходим в кисть теперь редактируем разброс то есть мне надо чтобы оно все-таки шло вдоль моих так вот интервал я верно как то вот так пока что поставлю разброс сильный разброс мне нужен давайте вот так вот оставим окей и control c control f я пока один спрячу и заблокирую а второй разгруппирую изолируем control а все выделяем волшебным выделением уделяем удаляем вот этот вот контур так control а так я все разгруппировала давайте дадим градиент такой черно-белый чтобы такой блик до блестки получились у нас так еще раз разгруппировываем даем всем осветление основы и control g то есть я пользуюсь на клавиатуре в общем их опять сгруппировано такая у нас пока что получается история так включаем который у нас тут был второй до control c control f снова его заблокируем выключим и спрячем то есть мы сейчас будем делать скажем так разные блестки снова заходим редактирование увеличиваем размер и местоположение до грубо говоря можно увеличить их затем можно прям по кругу пустить нам нужен все таки какой-то разброс хоть какой-то вот что-то такое вот мне сейчас нам это все чтобы они не разлетались в разные стороны можно сделать их даже вот так вот прям побольше так вот пока что оставим применить делаем то же самое разобрать изолировать для вот эти штучки все разгруппировала даем градиент осветление или можно дать осветление и допустим с цветом да то есть они будут не прозрачные а и цветные по моему вообще ничем не отличается от того что было до этого или можно так вот сделать допустим тоже давайте дадим осветление снова все не будет и главное сгруппировать в общую группу опять давайте уберем вспомогательный давайте еще раз изолируем посмотрим если мы им сделаем разную прозрачность такое пошел чистое творчество так ну допустим так ну допустим мне кажется все таки как-то прям вот скучновато что ли я даже не знаю как это обозвать поэтому давайте выберем наши кольца так изолировать и допустим мы его вот так вот что этого получится вот то есть мы подсветим только какую-то часть какую-то часть допустим здесь вот тоже мы отрежем это удалим вот здесь вот вот даже на на вот так вот ну то есть везде мы по удаляем какую-то часть вот так мне уже нравится больше допустим теперь заходим твой те ну-ка если мы прям мне кажется все прозрачность убрать будет не совсем не красиво так что еще можно добавить можно добавить общие блики control h кстати я показать или спрятать границы очень помогает очень помогает в работе ну давайте как-нибудь вот так вот да то есть грубо говоря что-то где-то подсветим вот так далее что еще можно сделать ну вот это вот тоже сгруппируем блокируем возьмем наши кольца так это не кольца блокируем вот наши кольца берем может эти взять большие ладно возьмем пока что маленькие нажимаем alt отодвигаем их в сторону и выбираем обычную кисть ставим ей какую-нибудь толщину и я всегда смягчаю концы то есть это те же самые кисти еще посмотрим будет ли это красиво если мы их ну как-то поставим так это они да это они даем им градиент допустим ну допустим так я ставлю чтобы оно было получается по краям как оно мне вообще сейчас идет в общем хочу чтобы края затемнялись или вот так вот да то есть чтобы вот этот вот край затемнялся так вот это по-моему тоже осветление у нас основы стоит ну да в смысле осветление так белый уберем ставим такой вот серый разгруппируем поставим осветление снова снова сгруппируем так ну допустим и мне если честно нравится то есть такое вот знаете как посмотрим по крайней мере как это будет выглядеть у меня же все равно в общем то абстракция если совсем выходит за края то есть нельзя копировать никак тогда уже в ручном режиме все делаем здесь норм здесь совсем вышло здесь в общем то тоже вышло так вот мне уже например больше нравится то есть какая-то иллюзия это пути да плюс еще можно поставить обычный градиент то есть оно будет начинается заканчивается и можно сделать не такое а вот так и скруглить и допустим толщину сделать 7 так сейчас посмотрим что это то есть вот оно как бы начинается скругляется и совсем уходит в небытие но изолируем давайте они все начинаются с разного и давайте повернем вручную то есть чтобы везде было начиналось с синего и уходило в черный ну вот так вот да вот тоже такой как вариант вот то есть какая-то такая да то есть история начала и конца можно даже и сделать ой это не то но их тоже можно сделать тоже красиво выглядело можно сделать допустим вот так и начало сделать ну посветлее чтобы они были более видны то есть как бы грубо говоря какой-то такой светящийся шарик рисует какой-то путь ну то есть уже какая-то начинается идеология какая-то идея в конце концов мы с вами просто импровизируем так не то вот так вот и кое-где можно даже его подсветить вот этим будет вообще прикольно мне кажется вот все только белым сделаем так ну если будет не очень в конце концов всегда можно будет убрать да ничего страшного почему он у меня не стает берем привязку к пикселям ctrl c ctrl f и сверху сделаем осветление получается у меня такие вот два будет осветление основы вот такое вот и сверху обычное осветление вот такое вот такая у меня будет двойная история группируем уменьшаем зажимаю alt и куда-нибудь его ставлю и куда-нибудь его ставлю может даже без него было лучше может даже вот эти вот штучки лучше поставить куда-то в другое место например ну просто подсветить где-нибудь еще дополнительно давайте воспользуемся просто эффектом дуга так отмена он у нас как-то некрасиво деформировался так вот эти вот можно деформировать они нормально деформируются как это у нас осветление а это у нас или наоборот что-то я уже забыла как у нас там было а ну вот осветление основы будет да тоже разбираем и вот теперь его мы ctrl h чтобы убрать вот это вот граница граница и 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 куда его теперь это не то что было прям обязательно но мы с вами потренировались да в принципе всегда полезно Вот, но уже как-то смотрится поярче. Еще, чтобы добавить, допустим, какой-нибудь глубины, можно добавлять тень. Как делать тень? Давайте как раз с вами потренируемся. Теперь мы делаем все наоборот. Можно просто, честно говоря, серым сделать. И теперь вот такую кисть тоже добавляем. Объектная кисть. Окей. Окей. Двигаем в сторону. Берем любые из наших кривых. Делаем вот эти вот кисти. Разгруппировываем. Ставим другой эффект. Затемнение основы. Группируем. Ctrl-G. Еще в чем плюс, что, допустим, мы можем. Так, можем, не можем, не знаю. Ну, в общем, попробуем, что... Нажимаем два раза в кисть. Нет, наверное, он так... Сейчас, сейчас придумаем. Нет, он так не хочет. Ну, да ладно. Значит, будем просто убирать немножко прозрачности. Я хотела сделать их не такими интенсивными. Так, сгруппировать. Тени мы убираем вниз, получается. И ставим их тоже. Изолируем. И можно поменять местоположение. Допустим. И можно им изменить толщину. Ну, и немного, чтобы оно как-то выходило за рамки. Мне кажется, будет красиво, если вот так сделать. Это не то, чтобы тень от... Ну, то есть тень от самих линий, да? То есть какая-то такая вот история. Еще что можно сделать. Берем наши линии. Ctrl-C, Ctrl-F. Делаем им очень большую какую-нибудь ширину. Берем нашу кисть. Не то. Тоже что-то совсем не то. Тоже не то. Ага. Ну... Изолируем давайте их. Разгруппируем. Поставим просто у них осветление. И уберем прозрачность. То есть делаем прозрачность. Ну, буквально, чтобы их еле-еле было видно. Поменяем им места. Как-то отсюда, наверное. Вот все-таки осветление основы и сгруппируем. Вот. То есть их еле-еле видно, но они тоже дают такое вот интересное свечение. И еще можно поставить разную толщину все-таки. Ну, вот так вот. Теперь давайте отредактируем фон, чтобы как-то... вот так вот мне кажется с синим золотом, в общем, красиво. Ну, да ладно. Так. И еще я хочу напоследок... Где мои точечки? Вот они. Вот это мы сгруппируем пока что. Вот они. Снова заходим в них. Давайте экспериментировать. Я хочу, ну, допустим, сделать прям вот блестящее и блестящее. Допустим, вот так вот. Ctrl-C, Ctrl-F. Снова прячем. Блокируем. А с этим продолжаем работать. То есть это уже такое у нас. Дело идет к концу. Ctrl-A. Все разгруппируем. Прямо разгруппируем. Даем эффект осветления. Даем градиент. И сгруппируем. Выходим, смотрим, что из этого получается. Вот, теперь оно совсем прям блестит. Совсем, совсем, совсем блестит. Ставим его выше нашей картинки. Можно увеличить свечение. Можно убрать свечение. Тоже на ваш вкус. Еще мне нравится в конце, допустим, добавлять, чтобы картинка не смотрелась как-то плоско. Тут что-то вроде фона просто. То есть из всего того, что у нас было. Ну, грубо говоря, такое букет, да? Когда-то я его делала. Так, черный. Голубенький. Сейчас мы их сделаем, чтобы оно было как-то гармонично. Так, черный. 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 вот это все мы сейчас сгруппируем и я их ставлю вниз получается сгруппируем окончательно мой рисунок и букет ставлю вниз это такой отблеск просто получается эти кисти мне уже не нужны и чтобы легче ориентироваться что у меня здесь вообще есть вот в общем вот что у меня более-менее получилось в итоге конечно же последний момент это во-первых мы все сохраняем как бы такой сырой вариант и теперь нам необходимо либо вручную либо с помощью плагина а в общем ctrl-a делаем и нам необходимо разобрать все открытые пути то есть все которые у нас были контуры вот изолируем вот то есть все что у нас было вот таким образом сделано то есть все что у нас было кривые а необходимо разобрать то есть превратить это все в кривые и на этом работа будет закончена и в общем то она будет готова для стоков такую я выбрала тему до олимпийские игры 2020 года но не знаю что-то меня прям потянуло на спорт ну а наше дело потренироваться попрактиковаться может быть работа не идеальная да не предел совершенства но для практики вполне себе сойдет вот ну и спасибо что вы были со мной обязательно пишите в комментариях понравилось вам или нет что-то может быть я делала неправильно или вы что-то делаете по-другому обязательно пишите мне будет просто интересно узнать кто как делает не знаю ставим вот так в общем да кстати все эти переходы тоже потом ну я разбираю да буду сделаю так вот таким вот интересным образом конечно это можно еще дорабатывать дорабатывать да ну мне кажется до до бесконечности всем спасибо за внимание и всем пока до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok